В одном из недавних видео я рассказывал, как заготавливал этой весной дрова для своей новой бани. Дрова березовые, были приобретены в бревнах, распиливались и кололись в нужные мне размеры. Так вот, во время распиловки я решил отобрать несколько чурок березы, чтобы сделать из них впоследствии стол в комнату отдыха бани, о чем сегодня вам и расскажу. Итак, отобранные чурки чуть позже я нашинковал на спилы толщиной около 6 см. Эти спилы какое-то время, в мае-июне, лежали на открытом воздухе около бани, подсыхая таким образом. А позже я их убрал на чердак бани и до осени они сохли там. Осенью я перевез их в мастерскую и уже досушил примерно до 8% влажности. Перед началом изготовления столешницы из этих спилов слегка подровнял их по толщине на рейсмусе. Ведь цепной пилой отпилить идеально не всегда получается, лучше бы, чтобы спилы были одной толщины. Итак, первый этап изготовления столешницы из спилов размером 120 на 80 см. Подготовленные спилы березы подгонял друг к другу с помощью бенточно-пильного станка. Работа не то чтобы сложная, но довольно кропотливая и требует времени. Вообще, одна из заставленных для этого чурок оказалась очень красивой по текстуре. Я их всех отбирал с каким-то необычным рисунком в середине, как это бывает у березы. Ну, во всяком случае, настолько, насколько я мог увидеть это во время заготовки дров. Но тут была вот прям самая красота. И мне до сих пор непонятно, как я отложил всего одну чурку из этого 6-метрового бревна. Можно было бы всю столешницу сделать из такой красоты. Но, как всегда, задним умом. В общем, творческий процесс продолжался пару дней. Придумывал, как состыковать спилы. Делал разметку. Отпиливал лишнее, укладывал на стол и отмечал, где стыкуются спилы, чтобы потом не запутаться в их положении. В качестве краев столешницы пока использовал две стороны рабочего стола. Плюс отметил на нем и начертил размер 120 на 80, который ему был нужен. Когда все основное было подогнано, установил импровизированную опалубку, постелил полиэтиленовую пленку в два слоя и выложил спилы внутрь этой опалубки. Осталось только заполнить небольшие промежутки между спилами. Для этого отмечал на бумаге форму, вырезал, переносил на подходящие обрезки спилов и выпиливал на станке. Когда все было готово, залил первый слой эпоксидной смолы, подкрашенный в коричневый цвет. Первый слой в данном случае должен был выполнить пару функций. Во-первых, зафиксировать все эти спилы на месте для заливки следующего слоя, чтобы дерево не всплыло во время заливки смолы по самый верх. Во-вторых, пропитать как следует древесину. В итоге несколько килограмм эпоксидки как будто испарились в этом объеме березы. Но со следующим слоем я все-таки поторопился, заливал через сутки. Надо было подождать подольше, смола не успела должным образом застыть, и спилы в итоге начали всплывать один за другим. Пришлось подгружать все это дело подручными средствами и по полной программе. В результате получилась довольно тяжелая массивная столешница толщиной сантиметров 6. Теперь выравнивание с двух сторон с помощью фрезера, ну точнее фуговального приспособления из него. С лицевой стороны сделал два прохода по всей поверхности, снял все лишнее и хорошенько выровнял. С нижней стороны просто выровнял плоскость и дошел до нужной толщины, примерно 52 мм. Сильно заморачиваться с качеством поверхности снизу не стал, все-таки под столом лежать как-то не планируем. Обрезал столешницу со всех сторон в размер. Фрезеровка, конечно, вскрыла множество полостей, и перед шлифовкой я эти полости, насколько это было возможно, заполнил смолой. В этом, кстати, была некоторая ошибка. Изначально я хотел оставить сверху максимально большую поверхность древесины без эпоксидной смолы, поэтому не стал покрывать столешницу полностью на данном этапе. Но в итоге, в тех местах, где заполнял полости, остались пятна колерованной смолы, которые никак вообще не вышлифовываются, то есть пропиталась древесина там по полу. Когда смола отвердела, начал шлифовать. Береза с торца, конечно, шлифуется не шибко охотно. Пару деньков я потратил на то, чтобы убрать все следы от фрезера. Далее попробовал покрыть маслом в надежде, что пятна, о которых говорил, не будут сильно заметны. Но ничего подобного. Пришлось снимать этот первый слой масла очередной шлифовкой и покрывать таки всю поверхность сверху смолой коричневатого оттенка. Это немножко поменяло цвет столешницы. Мне больше нравился естественный цвет. Хотя, можно сказать, что итоговый результат полностью устроил. После этого уже пара слоев масла с твердым воском. Столешница готова. Теперь основание. Под массивную столешницу я спроектировал массивное основание из бруса. Брус решил сделать клееный из двух досок, чтобы надежнее было, попрочнее. Досвещу я, конечно, просто не было бруса нужного размера, поэтому клеил его из досок 45 на 95 сечением, которые были. Доски были строганные, типа сухие. Но пока я их подсушил, они покоробились так слегка, поэтому пропустил через рейсмус одну сторону каждой доски для плотной склейки. Это, вообще-то, нужно делать на фуганке, но на тот момент фуганка не было. Весь комплект бруса склеил одним разом и после склейки оставил еще подсыхать. Время до использования было достаточно. К тому времени у меня появился фуганок и выравнивал клееный брус я уже как следует. После формирования базы на фуганке прогонял все бруси через рейсмус, калибруя его по сечению. В итоге сделал сечение бруса 90 на 82 миллиметра. Обрезал с двух сторон, получив необходимую по проекту длину всех зеленых. То есть изначально я склеивал доски с запасом по длине в 10 сантиметров и приступил к формированию шипов на деталях. Для этого использовал ленточнопильный станок с заданной шириной пропила. Я, кстати, наконец-таки сделал параллельный упор для этого станка. И торцовочную пилу с заданной глубиной пропила. Так как шипы не одинаковых со всех сторон размеров, сначала выпиливал все стороны с одними пропилами, потом настраивал станки на другой и прогонял все заготовки с соответствующих сторон. Настраивал станки следующим образом. Сначала выставлял параллельный упор ленточнопильного станка на нужном расстоянии. Из каких-нибудь там отходов выпиливал нерку нужной ширины, вот этой ширины, которую я выставил с помощью упора. И по ней уже настраивал дисковую пилу. Так оба станка работают в одном размере. Теперь нужно сделать пазы для соединений. Точнее сквозные квадратные отверстия. Для выборки квадратных отверстий у меня теперь есть долбежно-пазовальный станок. Прикольный такой аппарат со специальными квадратными сверлами. Вот им я и делал пазы в заготовках. Очень удобно. Делал разметку пазов с двух сторон заготовки, согласно проекту, и долбил отверстия станком. Если все хорошо разметить, получаются довольно ровные квадратные отверстия в массивном брусе. Во всех выступающих наружу шипах по проекту есть декоративные клинья. Эти клинья могли бы быть не только декоративными. Можно было бы вообще всю конструкцию ими стянуть, но я решил все-таки конструкцию склеить. Чтобы ничего нигде никогда не скрипело, не шаталось, а клинья будут для красоты. Отверстия в шипах под клинья сделал на том же долбежно-пазовальном станке. А сами клинья напилил из отходов и покрыл бесцветным маслом с воском. Вот такой набор деталек получился в итоге. Теперь поочередно склеил детали основания стола. И было это примерно так. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Отшлифовал все, что необходимо. Покрыл цветным маслом в два слоя. Пока сох первый слой масла, насверлил отверстие для крепежа столешницы. Остается только клинышки вставить и столешницу прикрутить, что я делал уже на месте в бане, так как даже по отдельности столешница и основание были довольно увесистыми. В итоге получился вот такой необычный стол в комнату отдыха моей идеальной бани. На него я поставлю самовар, который уже больше года ждет своего часа и буду кайфовать помежду парениями за чашкой чая, поглядывая в окно. На сегодня у меня все. Всех с наступающим Новым Годом или уже с наступившим до следующих видео. Пока.